Музыка Мне понадобилось, я вот не совро, года три, наверное, прежде чем сначала я, скажем так, прошла все самые-самых нижних ступеней, доказать своему окружению внутри, точнее своим подчиненным о том, что я что-то могу. Ведь там, где мужчина выкладывается на 50%, женщина выкладывается на 250%, чтобы просто соответствовать тем стандартам. Эльвира Сарабалдиева родилась в 1978 году в городе Фрунзе. По образованию дипломат. В 2000 окончила Кыргызский национальный университет, в 2003 продолжила обучение в Великобритании. В 25 лет после смерти отца возглавила крупнейший в стране авторынок. Столкнувшись с вымогательством, добилась отставки и ареста коррумпированных чиновников. С 2015 депутат парламента Кыргызстана. Последние два года возглавляет форум женщин Кыргызстана. Год назад, практически год назад, принят закон об охране и защите от семейного насилия. Какие-то результаты есть? Внедрена система охранных ордеров. Понятие охранный ордер при семейном насилии, он был внедрен еще в сам законопроект о семейном насилии. То есть не в том виде, который сейчас принят детально, а более в общих понятиях, был принят в 2003 году. К сожалению, выявилось, что за 5 лет с 2003 по 2009 год было всего 10 или 15 обращений в правоохранительные органы по теме семейного насилия. То есть на этом не акцентировали внимание, сами женщины не обращались. В законе есть понятие косвенного насилия, то, что экономическое, психологическое давление оставить без денег. У нас часто это практикуется, экономическое насилие. ЮНСФ выявили даже такой феномен, как скрытый голод. Это относительно келин, у которой у нас есть традиция, что нужно обслужить всех, потом только пообедать самому. И то, что келин регулярно не доедает. Есть такая практика, что если женщина сама страдала в таких отношениях с геленцвекровь, то почему-то потом, в свою очередь, она это также практикует. Это вот такой замкнутый круг, который не останавливается. И ведь родители зачастую отдают девочек замуж и несовершеннолетними, и совсем юными. Не говоря о том, насколько они готовы. Есть еще такое, как ты пришла в чужую семью, и в одном доме, если живут две хозяйки, тебе надо дожить до 50 лет, прежде чем вообще хозяйничать, и отделиться от семьи. Это самый сложный психологический аспект. На ваш взгляд, не связано ли это еще с печальной статистикой по Кыргызстану о ранних браках? Что у нас мы входим в топ по всему миру? Вы заметьте, основная причина ранних браков, чтобы воспитать гелен под себя, чтобы она не стала капризной, чтобы у нее свое мнение не появилось, чтобы она не научилась отстаивать свои права. Нужно проводить просветительскую работу. То есть нужно общественно массовые понятия внедрять о том, что чем больше образованная женщина, тем лучше генофонд. В 2010 году в парламенте было представлено 28 женщин. В нынешнем СССР 19. Вот эта тенденция, это просто выбор электората и формирование списков партиями. Либо это все-таки тоже какой-то знак. Я не верю в то, что нет женской солидарности. Просто настолько за все эти годы понятие женского лидерства, то, что сами женщины не верят, что женщина успешная, она дойдет до этой позиции, что ее голос будет услышан. К сожалению, это не очень большая вера в конечный успех самой женщины. Ведь очень многое зависит от умения кооперироваться между самими женщинами. Вот два года назад, когда я стала председателем форума женщин, у меня это уже второй, получается, срок, мы на год избираемся. Когда впервые мы собрались, я помню, у нас была поездка на Иссык-Куль, и мы встречались с женщинами-активистами, активистами этой области. Первое замечание было о том, что вот одна из женщин, депутатов местной Кенгиши, из Иссык-Кульской области, я настолько ей благодарна, она вот мы все, женщины-депутаты парламентарии сидим, и она говорит, вы себя защитить не можете, как вы наши будете права защищать. Это вот настолько такой был стимул для всех нас, нас всего 20 сейчас, вот, и что мы между собой, мы сели, с женщинами обговорили, там есть постарше меняет девушки, есть вот помладше меняет девушки, да, что о том, что если мы не будем сплоченно вместе поднимать эту тему, да, как мы будем защищать, представлять интересы вот женщин в регионах. Конструктивно, когда касается, в парламенте, когда касается вопрос женской темы, да, у нас нет деления на фракции, и мы это между собой обговорили. И до мужчин это тоже дошло. Но вас не удивила отношение, реакция части мужчин, парламентариев, депутатов на заявление экс-муфти Чубака Джи Джалилова о том, что он взял себе вторую жену, и тогда вы были, по-моему, ну, опять же, одной из первых, кто громко заявил, попросил правоохранителей уделить внимание, и напомнили, что это опасный прецедент, и что это у нас уголовно наказуемое преступление двоеженства. Мужчины, конечно же, промолчали. Единственное, знаю, что одним из самых первых поддержал нас действующий премьер-министр Сапара Исаков, сказал о том, что у него несколько своих дочерей, поэтому он категорически против таких вещей. Вот это действительно, вот такой был один из позитивных первых шагов. Потом какие-то мои коллеги уже вне эфира, вне парламента, вот Эльвира, да, правильно, мы не поддерживаем. И дело не только в том, что у нас понимание, что если ты богатый, то можешь содержать несколько жен, да. А сам факт того, что мужчины понимают, что есть... Сейчас вот такая вот складывается грань между светскостью и уходом в совсем другую степь. Если говорить, опять же, о правах вторых жен, если мы первых не можем защитить, то что с теми, кто вторая, третья? Конечно, ее голос не услышан, однозначно. Дети, рожденные во втором браке, они не имеют никаких прав абсолютно. У них это хорошо, если записываются на фамилию отца. Это хорошо, что если какая-то там финансовая поддержка есть, да. Но это все надо на проблему смотреть шире. Это все, естественно, обуславливает социально-экономическим положением женщин в регионах. Ну, и я, конечно, хочу предостеречь, потому что судьбы бывают разные. Я часто слушаю, когда умирает мужчина, ну, не для бога, конечно, но это есть такая ситуация, складывается, да, эти женщины в детьми оказываются выкинуты на улице. Тоже, как я понимаю, в собственной жизни, в своей семье вам тоже пришлось перебороть некие стереотипы в обществе. Вы закончили вуз за рубежом, закончили докторантуру там. И в одном из своих интервью вы сказали, что я уезжала типичной восточной девочкой из стандартной кыргызской семьи с патриархальным укладом. За границей я больше раскрылась, появилась широта взгляда в более глобальное понимание жизни. Что из зарубежного опыта отношения к женщин вы бы принесли в нашу культуру? Желание быть услышанным, в первую очередь, оно должно быть у каждой личности. То есть сначала ты личность, а потом все остальные там стереотипы. Потом также за границей, вот в Великобритании сейчас действует масштабная национальная акция по привлечению девочек в специальности, которые не популярны у нас абсолютно, технические специальности. Если она захочет там строить аэропорты, если она захочет такую число, мужскую априори специальность, быть милиционером, надо это приветствовать. И вот это то, что мне лично понравилось. В ситуации с каждой женщиной это вопрос выбора. Это ее, конечно, личное дело, как она хочет жить. Хочет она учиться или не хочет, но у нее должен быть выбор. И если она где-то в самом отдаленном поселке, где-то в Нарыне, в Баткене, она говорит о том, что мама, я хочу стать милиционером, мама, я хочу слетать на Луну, государство должно создать условия, чтобы у нее была такая возможность. И как парламентарий, наверное, со своей стороны, я тоже в первую очередь хотела бы приложить и прилагаю усилия о том, чтобы это не просто защита девочки, чтобы ее никто не бил, не трогал, а также, чтобы у нее в будущем были возможности отстаивать свои права.